Приветствую, друзья! Меня зовут Эльчебек. Я являюсь продуктовым менеджером компании Mancho Devs. Сегодня я хочу вам рассказать про MVP-подход, который мы используем при создании новых продуктов, а также нового функционала. Итак, что такое MVP? MVP – Minimum Viable Product, минимально жизнеспособный продукт. Это такая версия продукта с минимальным набором функций, которая может решать какую-либо проблему или задачу пользователей. Вообще, главная функция, скажем, главная задача MVP – это при минимальных инвестициях, временных, финансовых и других затратах проверить гипотезу, лежащую в основе самой бизнес-модели. Итак, приведем пример. Вы хотите открыть магазин кроссовок. Вам не обязательно снимать бутик, нанимать продавцов. Вы можете применить MVP-подход. Что для этого нужно? Для начала вы можете открыть страничку в социальных сетях, оформить ее, закинуть предполагаемый товар, который вы хотите продавать и пустить таргетированную рекламу. В процессе этой рекламы вы поймете, пользуется ли ваш товар спросом. Вы можете собрать заявки. Возможно, даже будут те, кто могут заказать эти кроссовки. И в процессе вы узнаете, работает ли это бизнес-модель или нет. В случае же, если никаких обратных связей от клиентов не будет, вы поймете, что вам стоит изменить саму бизнес-модель, либо не заниматься этим. Это сэкономит вам время и остальные ресурсы. Концепт MVP основан на философии бережливого стартапа, описанного в книге Эрика Риса «Линд Стартап». И подразумевает собой итеративный процесс построения, измерения, обучения. И этот цикл продолжается до того, пока продукт не будет удовлетворять потребности рынка. Благодаря короткой и частой выкатке нового функционала в Mancho Devs, мы тестируем гипотезы относительно наших продуктов и его функций. Проверяем гипотезу относительно того, как с нашими продуктами взаимодействуют пользователи. И на основе этих данных мы улучшаем наш продукт. Как разработать MVP? Первое, вам необходимо определить проблему, которую решает ваш продукт. Затем второе, провести исследование рынка, пообщаться с потенциальными пользователями. Третье, создать список основных функций. Это может быть одна-две функции. Четвертое, построить минимальную версию этого продукта. И пятое, на основе данных, которые вы будете получать от пользователей, изменять саму бизнес-модель и улучшать ваш продукт в целом. Как вы видите, MVP-подход применим не только в IT-сфере. Этот подход можно использовать и в повседневной жизни. Вы можете пройтись по шагам, описанным выше, попробовать реализовать свою первоначальную версию продукта. И если это будет пользоваться спросом, будет решать проблему пользователей, будут обратные положительные фидбэки, то пришло время масштабироваться и запускать полную версию продукта с добавлением новых функционалов. На этом все. До скорой встречи, друзья. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok